Заброшенные песочницы, старые качели, необорудованные места для парковки. Так сейчас выглядит один из дворов в Славинске-на-Кубани. Для тысячи жителей, которые проживают в многоэтажках по улицам Красная и Ковтиха, это единственная придомовая территория. О том, что двору требуется новый облик, губернатору рассказывает Елена Федорова. На приеме граждан она узнала, что разрушенная площадка в следующем году станет современной зоной отдыха благодаря программе формирования комфортной городской среды. Этот двор вошел в федеральный проект. Мы подготовили проектно-смертную документацию. Для того, чтобы именно этот вопрос закрыть, мы хотели бы поучаствовать в программе комфортная среда на общую сумму 12 миллионов 564 тысячи рублей. И в целом проблема у Елены Александровны будет закрыта. Романович, деньги 100% уже 30 миллионов, они на ваш район зарезированы. И 12,5 миллионов идет на этот двор. Да, который, на самом деле, я уверен, будет красивым, комфортным. И там будут гулять не только дети, да и жители из этих домов, но и ходить другие на него посмотреть и там отдохнуть. Благоустройство дворов, парков и скверов – одна из частых проблем, с которыми кубанцы обращаются к главе региона. Светлана Сидоренко приехала из Новороссийска с просьбой отремонтировать спортивную площадку. Резиновое покрытие со временем изжило себя. Сейчас местные жители просят заменить его на искусственную траву. Женщина вернется домой с хорошими новостями. Спортплощадку модернизируют к началу лета. А вот Мария Жирма приехала из Белореченского района. Для нее встреча с губернатором – последний шанс уладить то, что не решалось годами. В поселке Первомайском проживает более 4 тысяч детей. Но дошкольного учреждения до сих пор нет, рассказывает пенсионерка губернатору. О проблеме она знает, как никто другой. У Марии Ефимовны 6 внуков и 2 правнука. Детей приходится возить в соседний населенный пункт. Вениамин Кондратьев поручил приступить к строительству детского сада уже в следующем году. Здание будет рассчитано на 80 мест. Деток некуда деть. Возят в другое поселение, где-то 20 километров. Туда-назад утром, вечером туда-назад. Не у каждого такая возможность имеется. Должен навалиться на эту проблему максимально. Потому что, во-первых, это работоспособность самих родителей, это их активный образ жизни. А так, конечно, хорошо, если есть бабушка, дедушка. А если нету? А если кому-то из родителей надо будет сидеть с ребенком? Поэтому, я еще раз подчеркиваю, если необходимо еще раз вернуться к этой программе строительства детских садов в край, давайте возвращаться. Светлана Стышева из станицы Крупской рассказала губернатору о том, что детям в местной школе негде заниматься физкультурой. В учебном заведении просто нет спортивного зала. По видеосвязи Вениамину Кондратьеву решение вопроса докладывает первый заместитель главы Василковского района. Возводить помещение будут по одной из краевых программ. К строительству приступят уже в начале следующего года. В станице Крупской Василковского района, в школе номер 9, отсутствует спортивный зал. В летнее время, в теплое время года, дети занимаются на летней зрительной площадке. Достаточно того, что в школе отсутствует спортзал, но уже само за себя все говорит, как говорится. Поэтому я могу сказать, конечно, не то, что недопустимо, это уже не те слова, стыдно даже просто, что до сих пор у нас в школах нет спортзалов. Спортивные залы, коллеги, это такая же необходимость для гармоничной личности, как и предметы в школе. Если мы говорим, чтобы личность выросла на самом деле гармоничной, здоровой, и духовной, и физически здоровой, то давайте сделаем, чтобы она гармонично-то росла и формировалась гармонично. А как так? Коллеги, вот давайте эту ситуацию просто исправим. Исправим очень и очень быстро. Геннадий Георгиевич, сколько должен возводиться по вашим расчетам спортивный зал? Мне строители сказали, что в конце 2019 года зал будет готов. Хроническая нехватка воды. Так свою проблему обрисовал Сергей Порошенко из Тимошевского района. Мужчина пожаловался на некачественное водоснабжение в микрорайоне Садовод. Район динамично развивается и обрастает новыми жителями. Только за последние несколько лет их количество увеличилось до 5000 человек. Однако с такой нагрузкой не справляется водозабор. На приеме граждан местной власти доложили губернатору. Новые гидротехнические сооружения начнут возводить в мае следующего года. Встречи с жителями края Вениамин Кондратьев проводит регулярно. В решении проблем кубанцев участвуют как главы районов, так и руководители профильных министерств. На приеме граждан люди приезжают со всех городов, станиц и хуторов Кубани. Их просьбы не остаются незамеченными. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Денис Перец, Кубань, 24, Краснодар.